Будет учитывать для того, чтобы определить, какая команда какое место занимает, скорее всего. Но об этом будем думать позже, пока у нас начинается драфт. Как же быстро баны пролетели за 2 секунды, ферст пик моментальный. Отдали Лешрака, но вот если сейчас LGD ничего не сделают с Веспом... Кстати говоря, Gaming Gladiators учатся на своих ошибках. Вчера они, по-моему, взяли на ФП Веспа. ГГ, а не ГГ, а ЕГ, просто украли Лешрака и... Все, да, сейчас у них ФП, они уже берут Лешрака сами. И если им отдадут Веспа, если им отдадут Веспа, то это будет, соответственно, Весп Лешрак. Против чего играть довольно-таки трудно, вот как мы знаем. Поэтому у директора должен быть какой-то план. Будет ли он его реализовывать? Захочет ли он вообще украсть Веспа? Это... Герой, кто сейчас... По сути, бесполезный, но вот крадет все-таки Веспа. С Эмбер Спиритом вместе. Хорошо, что тогда под Веспа мы хотели бы с тобой увидеть? Хорошие комбинации под Веспа, если это не Лешрак. Мне нравится Весп Сларк. Мне нравится Весп... Классический герокоптер может работать. В Афлейне это Весп Слардар, которого мы не видели уже очень давно. Ну, Спирит тогда иногда играют, но вообще... Ну, не внушает доверие, да, Весп без Лешрака? Видимо, как они отлично стакаются... Да, вот не нравится, не нравится мне Весп без Лешрака. Может быть, какой-то Весп Кэрри разве что? Тут снова Тренд Протектор от Gaming Gladiators. Я думаю, они будут Дарксиром играть эту игру. У них есть еще один персонаж, который усиливает Лешрака достаточно сильно. Это Дарксир. Хотел сказать про Бладсикера, но давайте мы обойдемся без Кэрри Бладсикеров. Ну, вот травма, это... Поймал, поймал травму вчера при просмотре. Давно уже, давно уже поймал травму, поэтому... Мне кажется, это очень плохой герой. Бладсикер мне тоже не нравится, ненадежный. Хотя казалось, просто у тебя бесплатный баф там на 150 экспида. Вот только что Ятора Рэмпельдж оформил. Хорошо. В матче со Спирита я там просто поглядывал, что там происходит, чтобы держать, так сказать, в курсе, да, наших зрителей. Победили Спирит, ну, очевидно, если Ятора Рэмпельдж оформил на вражеском фонтане, то победили. Так... Кстати, Висп Марси, совсем забыл я про рекомендацию, очень имбовая. Хорошо, что вспомнили о ней Gaming Radiators. Там очень круто между этими двумя героями идет синергия за счет того, что сайдкик подвешает двух героев, и под вертчарджем там накидывают они серьезно. Есть такое дело. Нейчерс Профи для Эйса убирается. Может быть, каких-то героев против Виспа подбанить, например, Дизраптора? Или... пофиг. И так сойдет. Интересно вообще, во что выходит такого героя. Дизраптор... Ну, представь себе комбинацию саппортов, тренд, Дизраптор. Могут работать вместе, но... И даже Тофу могу себе представить, как играет на Дизрапторе. Это один, наверное, из его героев, его пуля. Можно попробовать забанить Дизраптора, но вряд ли. Интересно, какая заготовка планируется от LGD под Виспа. Все еще думаем. И такое ощущение, что GG сами играют с этим Виспом, и они прекрасно знают о всех комбинациях. Посмотри уже. Висп Мусо минус, Висп Марси минус. Попытались играть Тролль-Висп. Закончилось это плохо. Звучит, как линия такой категории даже не B, а C. Тролль-Висп. Да, это просто было отвратительно. Очень тяжело таким играть. У тебя ни нюков, ни каких-то атакующих способностей, хороших, ни станов, ничего вообще нет у этой пары. Висп разгоняет тот аспект тролля, который у него и так сильный. Ты его так спит. Да, да, да. Это совершенно ему не нужно. Так, а пока что у нас банится Урса. Напомню, на предыдущей карте ребята из ГГ банили еще Морфа и Террор Блейды. Но Террор Блейд Висп звучит немножко абсурдно. А вот Морф Висп может все-таки как-то даже и получится сыграть. Мне нравится Эмбер Спирит от нас, не тусея. Я считаю, что этот герой очень классный. Но видишь, кстати, какая интересная ситуация возникает. Раньше Эмбер, он... Это такой относительно скилловый матчап против Лешрака, где тебе нужно от станов уворачиваться. Но это очень легко делать, когда ты стики покупаешь. То есть ты видишь, если стики заряжаются, ты фисты даешь, в стан не попадаешь, очевидно. Вот. И с покупкой Кароужина ты этого Лешрака очень сильно пробиваешь. То есть ты просто спаймишь, 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 спаймишь. Ему плохо, плохо, плохо. Но вот когда в метал зашел тренд, тренд может на втором уровне вкачать армор и просто повесить Лешраку. И в итоге за каждый фист он будет получать намного меньше урона по ресурсам, чем без этого армора. Но при этом ресурсы легкой не тратятся на это. Ты, наверное, хочешь, с другой стороны, не всегда же Лешраку кидать Левинг Армор. Ты можешь его кинуть там на своего керри. И здесь не сказал бы, что это какой-то минус или плюс. Появляется Феникс, пара героев. Феникс, Висп, выглядит очень-очень слабо. На трех персонажей у ребят из ЛЖД и ноль станов хороших. Один рут. Ноль нюков. Прям таких жестких, сильных. Я думал о дровке для PSG-LGD. Но сейчас уже никак. Тут, наверное, разве что какой-то Фейслесс Войт может помочь вот на следующий пик. Но не захотят ли гейминг-гладиатор попытаться украсть что-то подобное? Ну, с Войтом есть урон уже. Войт Феникс выглядит круто. Да, долгие кулдауны, но добрать еще какого-нибудь не знаю, четверку с Кеверос Мейджа или что-нибудь такое. Пока что у нас Бистмастер. И плюс. Ну, кто еще остался? Не вижу ни одной причины не пикать Рубика. Я тоже с тобой абсолютно соглашусь. А какие? А слушай, а саппорты, которые могут Супернову разбить? Снепфайр забанена, Марси забанена. Да, может быть, Мирана еще какая-то появится. Тоже плюс против Суперновы не самый плохой персонаж. Да и на линии с Бистмастером. То чем-то может Рубика напоминать. Если ты Старшторм качаешь и не стрелу, то ты можешь вражеских саппортов харасить. Не обязательно прям идеально попадать этой стрелой, чтобы быть на Миране полезным. Есть, конечно, еще какой-то Сайленсер, который, кстати, сбивает Релокейт Виспу, если его вовремя кастануть. Появляется Рубик. Ну что, я либо жду здесь и прямо сейчас Вайда, либо его просто забанят. Либо я жду какого-то оффлейнера наподобие вот Кентавра, которого уже LGD забанили сами. Но им нужен... Короче, им нужно 100% два стана на двух остальных героев. Иначе я не могу сказать, что это хороший драфт. Но кто вообще остался в легкой линии из станеров? Остался ЦК, ВК, Свен. ЦК, ВК, Свен. Пока что все эти герои звучат как плохое. ЦК плохо против Трентали широка. Это 100%. ВК это герой, которого нужно подкреплять каким-то кэри-оффлейнером. Там, ну, один ВК игру не выиграет. Это 100%. Что ты еще сказал? Свен еще как-то тут как раз Вен Висп как-то может играть. Но решили просто взять сразу Марса. Поскольку на оффлейн-позицию из героев со станами ну уже нет, да, ничего. Висту врага, Кентавр в бане. Это очень крутое дополнение к тимфайту в плане того, что рейнджовые керри не смогут сейчас разбивать яйцо. Будет под него арена поставлена всегда. Даже если этот керри будет внутри арены, всегда можно нажать там пассивку Марса и тычки прилетят в него. Но я пока не вижу здесь рейнджового керри у GG. Но по идее, из-за того, что тренд взят на позицию 5, у GG потенциально будет рейнджовый кор. А чем тебе не нравится дровка-то? То, что она в арену не может стрелять только из-за этого? Я тебе не говорил, что мне не нравится дровка для GG. Просто говоришь, не вижу здесь рейнджового кора для гейминга-гладиаторов. По-моему, дровка отличный выбор. Нет, я имел в виду, что пока я не вижу рейнджового кора. А, по факту, так сказать, да? Я понял. Все вот это вот история про то, что Марс, арена и там вот этих всех рейнджовиков, да это вообще ни разу не так. Потому что линию сейчас на Марсе стоять довольно трудно. Да и дровка всегда может, ну, как бы, не в арену бить, грубо говоря, а, не знаю, там побегать, там сайланс просто. Да и пострелять она вполне может. Если сильвер какой-то либо кб купить, да, мультишотом может пострелять. Поэтому не вижу ничего плохого в том, чтобы пикнуть дровку. Можно попробовать какого-то шедоуфинда еще, но дровка это просто более надежный вариант. Ну, кто остался для LGD? Классическая дабла в оффлейн от команды Spirit Wisp плюс Марс. Это когда они прям в прайме всем играли, коллапс выдавал. Красивые вещи. Мир ему помогал. В этом. И нужен керри под Виспа. Ой, под Виспа, под Феникса. Как раз таки вот со станом, о чем мы и говорили. Ластпик будет у ребят из Gaming Gladiators? Нет, у LGD. У LGD, точнее, извините, пожалуйста. У LGD будет ластпик, они придумают что-нибудь. Сейчас посмотрят на героя для дурача. Посмотрят на дровку, да, для дурача. Ну, тут дровку банить, я считаю, что нужно, но, может быть, LGD рассчитывают на то, что они будут забирать какого-то вайда опять-таки, да? А может быть, опять снайпера для LGD возьмем? В прошлый раз хорошо очень получилось, можно ничего не менять. Очень крутой герой против Яйца, очень крутой герой против Марса на линии, как и против любого другого милишника. Да, слушай, но с другой стороны, если заберешь вайда, как же тяжело будет против Рубика с Бестмастером. Рубик, плюс Бестмастер очень сильно спамят, а у тебя Феникс на линии потенциально, да, который как будто бы вообще ничего не может сделать. Как будто бы против вайда Феникса реально можно взять кабанов и замаксить их. Вайда сами банят LGD. Очень странный бан. Кого же они хотят взять-то тогда? Тут Морфлинг появляется. Идеальный пик, если честно. И рейндж-герой, и против Эмбера хорош, и в принципе по игре очень хорош. Да, Гладиаторы выглядят очень сочно здесь. Но у них был огромный выбор. Они могли взять вообще любого рейндж-керри, и у них оставалось как минимум три варианта, которые мы назвали. И забыли про Морфлинга. Хотя Морфлинг был третьим, наверное, среди них. Не обсудили мы его, и остается всего 40 секунд. Антимаг. Антимаг, думаешь, если была Фантомка в прошлом, то в этой будет Антимаг? Ну, тут хотя бы есть смысл в этом против Альширака Морфа. Вообще, в Антимага я поверю в последнюю очередь. Ойда уже в игре нет. Лучше... Так, может, Пуджа возьмем? Тавер-дэмэджа нет. Не будет никого тавер-дэмэджа. Я просто не верю своим глазам. А я же тебе говорил. Ты действительно это сказал, а не действительно пикнули Антимага. Ну, потому что... А как еще играть в эту игру? Не работает этот герой в доте. Это будет, мне кажется, еще хуже играть, чем предыдущая. Они свою игру против Астер выигрывали этим, но Астер это немножко другая команда. В общем, этот драфт лучше, чем предыдущий. Это 100%. Но... Здесь нет такого разгромного лейна в оффлейне, по идее, как ДП плюс Рубик. Но в остальном, мне кажется, Квин покажет классный центр. Они же уже играли виспантимаг как раз в тукатку. Блин. Это будет жестко. Ну, давай смотреть. Мне очень интересно. Мне хочется поверить в антимага, но веры крайне мало. Судя по той информацией, что я владею, я сколько не видел антимагов, они просто, ну, как крипочек. И ничего в других не делают. Любопытно будет посмотреть, чем это все закончится. Хотя бы надеюсь, что игра будет подольше, чем предыдущая. Она, я думаю, будет подольше, чем предыдущая. Все-таки тут, как ты верно сказал, нет каких-то разгромных таких вот лайнапов. От Эмбера я очень многого жду. То есть он может хорошо поиграть там с Марсом Фениксом теоретически там после десятой минуты. Есть что поделать. Вот. Есть хотя бы какие-то скиллы, которые можно побросать. Вот. Но, блин, у ребят из Gaming Gladiators, конечно, все очень плотно выглядит. У них стабильный, хороший, суперметовый пик. Без каких-либо нововведений. Ничего они нового не придумывают. У них стабильно работают драфты, они продолжают их брать. И такой метой, ну кто еще играет? По идее, играют Liquid'ы очень похожими героями. Постоянно стабильно мы видим метовых героев. В целом вообще у Liquid'ы и у GG очень похожие стили. Liquid'ы даже, мне кажется, переняли что-то у GG. Например, они пикали против Bad Boom, помню, ЦМку Пуджа в первой стадии. И до этого, мне кажется, так раздравчивали только GG. Или Entity? Может. Не, наверное, GG'ы Entity любят какого-то Undying'а Пуджа. Вот что-то такое у них все время прослеживается. Очень странное. Так, ну что, кэфчики, кстати, могли немножко поменяться. Я думаю, мы сейчас прыгнем в игру, увидим. После такого разгромного поражения от LGD, ожидая там увидеть что-то типа 1.6 на Gaming Gladiators, они... Маловато, мне кажется. Ну, точнее, многовато. Мне кажется, 1.4 будет. Да, нет, но это что-то как-то прям реально маловато. Вот. Ну, хорошо, посмотрим. Наши партнеры что-нибудь обязательно придумают. Вот. Так, там параллельные игры должны тоже потихоньку возобновляться. Вот. Ну, а у нас команды уже выходят на арену. И мы посмотрим, с кем играет Wisp. Wisp играет с Eleven. Окей. Хорошо. Давайте глядеть, давайте смотреть, что получится у этого антимага. На линию Wisp плюс Mars. Здесь такая линия по идее может сломать деревья с помощью тезера. Как минимум. Сделать менее приятную линию для интернета. Но в прошлой карте смотри, KF1.55. Ты был ближе. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Но я всегда, когда увижу вот этого антимага, мне всегда хочется как-то поверить, что вот он сейчас, там что-то у него получится, но блин, шанс на победу 55 процентов. На ЛЖД ничего себе Дота плюс как-то как запел. Интересно. заодно с директором. Это мы тут ничего не понимаем. А он, видимо, пикает, основываясь на статистике. Да. Ну и что, встреча на рунах. Пошла семечка. Плейнет может погибнуть сейчас, но демаджи не хватает. Взамен. Погибнет сейчас Силери. Есть такая вероятность. Сильное замедление от Тезера. Будет ли еще урон. Нет, отличный стан от Квина. Все останавливает. Это втроем прям побежали игроки без Жилл-ЖД. Это что, три лайн с Марсом и с Алл-Антимаг? Может, просто какой-то ферстблат попытаться сделать? Не знаю. Интересно. Решили поставить в исправлю легкую линию. Такой лайн у меня нет веры. Посмотри, если уже пришел с кабаном, кто ему вообще здесь будет убивать кабанчиков? У Веспа нет ни одного спыла для этого. Антимаг может в них блинкануться и умереть. Один конец. Это должен быть разгром... Я думаю, что эта лайн может быть еще разгромнее, чем предыдущий. Поглядим. Поглядим. Я просто уже видел эту стратегию от ребят из ЛГД, поэтому мне верится, что они смогут навязать борьбу здесь. Я не хочу сказать, что они выиграют, но навязать борьбу, мне кажется, у них должно получиться. Просто-напросто вот так вот. Мы вообще не с таким настроением заходили в эту серию, думал, будет равная у нас игра, но теперь мы говорим, что все-таки у ЛГД есть шансы навязать борьбу здесь, как будто бы они полнейшие аутсайдеры. Ну, изначально как-то так мне, наверное, и мыслилось, потому что, блин, но очень нестабильную доту показывают. Да, я, конечно, ожидал, что они хотя бы одну карту отожмут, но не знаю, получится ли у них здесь это сделать. Пока по крипстатам все окей. Вот ты сказал по поводу бистмастера, да, и антимага. Антимаг там даже не будет, мне кажется, пытаться кого-то напрягать, он просто играет на свой фарм. Под виспом, под... А, погоди, висп уже не... Висп снизу, все правильно, под виспом. А, а, ну, все, да, все, просто я увидел почему-то у Айсмайла в топе изначально, но они там бежали вард ставить, пока нас им тусей спамят. Так в этом и проблема, антимаг ничего не сможет сделать, никак биста не отзонить от экспы, и с получением третьего и тем более пятого левела на бистмастере, там как раз уже, если у него будет фрифарм, по таймингу появится доминатор, большие проблемы могут отзонить. Посмотри, Айс просто через пассивку играет, через Кабанов и пассивку, при этом тоже не просто так стоят здесь Широ вместе со своим смайлом, агрессируют под оверчарджем, прыгают вперед, есть у антимага орбу феном, и это намек на то, что антимаг собирается играть активно в демлайне. Приятно видеть, да, друзья, вам будет приятно наблюдать ассортимент наших ребят из Нувстор, это ребята, которые обеспечат вас с хорошей качественной одеждой, промокод Dota2 используйте для того, чтобы получить скидку как в онлайне, так и в оффлайне, говорят, что там еще и доставка бесплатная по России. Да и скидка Dota2 ну да, скидка как раз по промокоду Dota2 очень-очень сочная, поэтому не стесняйтесь, заходите, смотрите, может быть, что-то себе выберете. 14 крипов у Лишрака, 12 у Эмбера, хорошо стоят оба мидера коллективов. Единственное, у Лишрака 6 динаев, я думал, у Эмбера должно быть все очень хорошо именно по ластхиту на этой линии. Все же на миличнике попроще добивать крипов. Видимо, Квинт там исполняет что-то на уровне грандмастера, станет под каждую попытку ластхита. Есть пока что без маны, без кабанов, хочет дождаться третьего левела. На такой линии, возможно, Рубику стоило выпулить пачку. Видишь, как стоит этот лайн сейчас уже. Сейчас у ребят из Gaming Gladiators уже не все так радужно. Бестмастер остается без маны. У него три манга в инвентаре, он просто не хочет их нажимать без третьего уровня кабанов, точнее, без второго. Все у него здесь в порядке должно быть именно с получением левела. Антимаг сильнее не станет до шестого точно. Висп тоже, никаких пауэрспайков у них на этой линии нет. Они вот как есть в своей силе, так они и остаются. Огромная пачка крипов идет на Эйса. Рубик ушел под мид, и у Эйса могут быть здесь проблемы. Шира прыгает вперед, просто чтобы убить кабана, но у Эйса должен быть еще один. Маны не хватает, можно, конечно, скушать манга, но просто Эйс не может крипов добивать, когда вот такая ситуация возникает. А Эйсу, кажется, больше без разницы. прилетел к нему Hell of Iron Will, куча армора, куча регена. Получает он сейчас фри экспу без Рубика. И это то, что ему нужно. Все, что ему нужно на этой линии, это быстрый левел 5. Такая относительно спокойная и пассивная игра. 5 минут без First Blood. Да и с другой стороны, на каком лане тут кого-то убивать, да? Антимаг висп лайн, который просто может ману прожечь. Бист, Рубик без маны убить не могут. В миде тут, кстати, может что-то интересное произойдет. В центре под 6 левел, кто быстрее его получит, если Квин получит левел 6 быстрее, чем нафиг тусей, будет килл потенциал. Ласхит, конечно, у Квина очень сочный. Есть еще шанс убить. Появилась молния, которая промакшена у Квина. Ну и нафиг тусей 5 левел он может уже начинать потихоньку спамить фистами. Он этим и занят. Аккуратненько там добивает крепочков и при этом харасит соперника параллельно. Ой, наконец-то появилось два кабана одновременно вызванных. И начинает он потихоньку кошмарить здесь Шира, который стоит без хп, но благо есть висп, благо есть ресурсы, которые висп дает. Активная руна. Есть секунд. Бежит на топ контроль тренд вместе с Фениксом. Снизу выходит Рубик. И кажется нафинг тусе здесь не будет рун никакой. Целлари может фидануть сейчас, если есть чайны у нас тусе. У него вроде как флеймгарды. Отличный стан от Квина. Здесь есть фейтболт под телекинезом поднимают еще одни фисты. Неужели никто не умрет здесь? Нет, все-таки Тов выделает ФБ. Откуда появилась у Квина с учетом того, что руну он не взял. Так же, как и нафинг тусе. И это ФБ. Да, не в соло. Да, перетянули все саппорты. В любом случае отличный буст по нотворцу для Лишрака. В то же время 1900 нотворца у нафинг тусе. Очень много видимо ребята тратили ресурсов с учетом того, что у Лишрака вот даже после ФБ нотворца меньше монтибага. Причем на три сотни золота. Прыгает Шира на Эйса. Забирает ему кабанчика и наконец-то получает пятый левел. Есть ли вообще кабан, кадалион. А не хватает чуть маны. Не хочется нажимать на эту мангу. Маны все время ему будет не хватать. Все, там две баунти руны забирает еще. Он нажал мангу и ему не хватило маны. Это провал. Теперь он будет стоять без кабанов. Есть такое дело. Слушай, эта игра на самом деле может быть очень долгой. Я вот так смотрю, учитывая, что, ну знаешь, бестмастер, он умеет заканчивать катки быстро, но если у него настолько проигранный лайн, а настолько ли у него проигранный лайн, у него уже почти есть доминатор, седьмая минута, это нормальные тайминги. Единственная проблема в том, что он никак не может забирать сейчас стаки крипов, которых никто в принципе не делал, но как-то нужно решать проблемы с маной. Ну тут только манга привозить, либо постоянно, ну то есть там подвосстановил ману, сразу вызвал кабана, подвосстановил ману, сразу вызвал кабана. Квин у нас начинает фармить стаки потихонечку, помаленечку. Не успеет, скорее всего, до активной руны, 8 секунд остается, будет ли он контестить вверх. Из этих стаков сейчас потерял активку, нафинтусе законтролит и вверх, и вниз. И появляются стаки, опять же, на энштах, и их может забирать лешрак. Да, да, лешрак их тоже может профармить, как и обычных крипов, а вы, друзья, можете профармить новую акцию от бэтбума, которая называется кибербум, это возможность выиграть топовые девайсы, фрибеты, кликайте на баннер под трансляцией и изучайте, изучайте информацию, чтобы принять участие в этом конкурсе. А антимага пока топовый нетворс. Ну все, вот в моем понимании, если не сейчас, антимаг должен уходить с линей, то уже он никогда отсюда не уйдет. Бестмастер идет с крипом доминатора, у Бестмастера есть кабан и даже скорее всего не один, через 9 секунд будет еще самон. Слушай, у Марса есть арена и есть террор. Контер спейл, да, не так-то просто вообще в антимага дать рор, если у него контер спейл заряжен. Дурачо пока что в топе хорошо себя чувствует и... Ну и все, посмотри на движение Вестмасс с антимагом. Отправились они в лес. Тут действительно настоять больше не вариант. Ну нельзя тоже прямо АФК-то быть, да, надо же как-то, не знаю, если враг тебе открывает бот, то надо ответить в топе или в миди или, не знаю, что-нибудь там сделать. Тут идут контестить стаки у нас. Эмбер вместе с Фениксом, которых Сэлари сделал очень много. В невидимости Эмбер Спирит, он тут часть экспы просто подворовывает. А, он решил даже формануть, и Сэлари это видит. Это очень неприятно, Квин должен сюда подбегать сейчас. А как его остановить? Сэлари пока что четвертый левел. Какой-то волшебный стан от Квина может залететь, но не поверю я в это. Да не хватило бы урона на двоих героев. Будет ли Рор? Решили убивать Веспа, это легчайший килл. Куча урона имеется у Уэйса вместе с Тофу. Еще и Курьера Шировского подрезали, а ему ведь там периодически надо возить и... и Клеймор всякий, да, там и шмотки. Вот без этого Курьера не очень приятно. Квин выходит вперед, прожигает, что у нас по руне, десятая минута в боте, спаунится дабл-дэмэдж, антимаг дает манавоид, это минус Квин должен быть, но умирает, а нас им тусей. Диаболики по-прежнему работают, прожигают широ немножечко. Обидно антимагу, не получилось забрать килл, который он, по сути, сделал сейчас в соло своей перетяжкой. Забирает его, даже догорает он от Вениса. Блин, не знаю, Old Eleven, по-моему, очень грубо ошибается. То есть вот он стоит в топе, он же мог намного раньше сюда за порталец. Так, сейчас будет замедление от манавайда, и если будет арена, ну Кабан просто не подпускает противный. Ладно, без арены даже буду Тейса забирать здесь. Слишком много героев, чтобы Бейтс отсюда уходил. Это был бы полнейший тит. Хватит стереть фраги, вы что? Похоже, что Фениксу нужнее. И нападение на Фингтуса есть, у него ремнант. У него где ремнант? Все потратил ремнанты типа этого Тофу. Да, ремнантов просто не оказалось. Ну что, вышка в боте. Большая проблема на самом деле с сайдами у ребят из LGD, потому что на сейфлейне они вышку, но там я не вижу, либо почти потеряли, либо уже потеряли. Наверное, потеряли, да, вышки там нет. Открыть вышку в топе у Морфлинга не получится. Вот единственная радость в жизни это антимаг с топ-нетворсом, да? Прям очень-очень красиво. Из-за того, что Пленет настилил тут фрагов, у него уровень 7. Да и антимага на самом деле на фраге уже мог быть на 3-4 сотни повыше. Слушай, в топе хотят Морфа как-то подрезать у него с маной или как? Или сюда Широ просто пришел? Окей, Широ сюда просто пришел фармить. А нечем зацепить без Марса. Пока что, наверное, это единственный герой с полноценным станом в своей команде. Не будем считать чайны Эмбера. Пока они, конечно, работают на данной стадии игры. Они почти такие же эффективные, как и стан. Пошла арена, пошло копье. Есть ли чем ответить? Супернова. Супернова пытаются разбить саппорты, но им очень тяжело будет это сделать. Или все-таки каким-то образом они поплатятся своей жизнью? Слушай, я не уверен. Ну ладно, Широ рядом, даблкил для него, даблкил для Широ, а, для нас, Антуса, извините, пожалуйста. И Тофу тоже погибнет здесь. Хватит стилить фраги у антимага. У него уже четыре асиста, могло быть, конечно, и побольше. Это просто, знаешь, вот все хейтят антимага, а тут антимаг такой, прям, участвует в игре команды, максимально старается как-то тиммейтам... Широ пытается сделать так, чтобы антимаг выглядел хорошо. Да, но они не дают ему вознаграждения за это. Ну да, мы смотрим реплей, там ошибся немножечко Квин подставился под вот это все дело. И ЦО, конечно, было на грани того, чтобы взорваться, и все было бы прям очень-очень-очень плохо у ребят из гейминга. Ну, они хотя бы Феникса забрали, хоть это радует, я думаю. А Монавойд, ну, хотя бы Монавойд не потратился. Собирается сейчас Квин вернуться по Нетворцу в игру. Да не то, чтобы вернуться, а выйти на первую позицию. У него и так все хорошо. Но не так-то просто даются эти эншенты с первым левелом пульсновый. Без топоров, без мастера. Все ресурсы нельзя потратить. И у Квинна почти есть билдстон. Остался один рецепт, можно разобрать арканы. Хороший тайминг, более-менее. Так, и Смоук пошел какой-то от Gaming Gladiators. Любопытный весьма. Могут найти здесь Олд Левна плюс Виспа. Есть возможность дать телекинез. Рубик не успел среагировать, но в любом случае, даже с учетом того, что Виспа летел, Тофу его поймал и вернул. Слушай, преимущество тем временем 2000 за Gaming Gladiators. Насколько это критично? Вообще, в рамках данной игры. Такое ощущение, что при равном Networce антимаг, как минимум минуты до 30, должен быть очень крутым. Против Лишрака, против Морфлинга. Очень хороший герой. Вот я и говорил, что это герой крип, но обычно у него прям проблемы начинаются с клайнинга, и он ничего не делает. Здесь же антимаг постоянно нажимает свой манавоид, подтягивается на драки. И это не тот антимаг, который я привык видеть. Да, то есть это антимаг полезный, который рано достаточно вступает. Да потому что здесь антимаг, это, наверное, самый полезный герой команды LGD. Пока что да. По вышкам у нас равенство, несмотря на то, что у Gaming Gladiators есть тренд протектор, который вроде бы как может дефать все вообще 15 минуты Battle Fury. Не самый лучший тайминг Battle Fury, но нормальный. Все равно он топ-1 крипстат, топ-1 на Творк. Шикарный скан от Acer. Прочитал он смок сейчас от команды. А тут арена все равно. Телепорты пошли, релокейт, Супернова будет ли. Супернова пошла, она такая немножечко далеко установлена. Прикопка есть, нас Антусей, Супернова взрывается и никого убить не получается. Слишком далеко ее поставил Феникс. И в этом, наверное, основная проблема была. Аморф еще здесь выформится, ищет, ищет каких-то героев. Есть вижена, Феникса могут его поймать, если он останется как-то неаккуратно здесь снизу. Должен убегать под тавер, причем делать это срочно. Но, кажется, у Тоху была возможность его поднять на телекинез. не стали. У Феникса очень скоро Спирит Весел появится, это прекрасный предмет вообще против драфта Gaming Gladiators, пока там не появилось каких-то диспейлов, да, таких хороших, лютых. Теперь появляется у GG комбинация Виспельшрак с помощью Тезера на Рубике, у Рубика есть Раканы, у Лишрака, похоже, здесь перестанут заканчиваться ресурсы, как минимум на время держишь на Украине Воспелла. Да, из-за того, что арены нет, непонятно, что вообще здесь делать. Большой доминатор появился у Эйса, ребята просто идут и забирают теперь один вышку в центре, перетягиваются на Рошана, и что вот, и что, и все? Никак, ничего не сделать? Сколько кулдаун яйца? И арены. Вот это единственное, что интересно. С этими спеллами могут драться команда GG, но это 43 секунды до появления Суперновы. Без нее Дракой себе представить не могу. Дурачо пытается поймать, интимаг прыгает, прожигает мавы, и формы нет. Потому что Дурачо повелся на Сулакил Феникса. И в этот раз Широ достается фракт, но тем временем Рошана отдают PSG LGD. Наверное, это лучшее, на что они могли в принципе рассчитывать в данной ситуации, поскольку деф или Рошан не было вообще никакой возможности. А тут, казалось бы, ну ты в такой безвыходной ситуации, что ты можешь делать, только крип оф фармить, а Морф пришел, сказал, вот парни вам, 700 голды. Кажется, мы стали забывать классические мувы Дурачо, в последнее время он стал играть очень круто, но раньше за ним такое часто наблюдалось. Да, есть такое дело. Критиковали его очень часто за какие-то странные решения, да? Насколько я помню, по статистике у него там больше всего смертей среди керри игроков было. Как кэф подрос, 4.8 на LGD. Наши партнеры из Бэтбум не верят. По-прежнему, друзья, баннер под трансляцией и промокод Лима позволят вам получить тысячу фребетов, да, пользуйтесь, пользуйтесь этим. Появляется Мека у Виспа, должно быть чуть-чуть попроще. Главное действующее лицо, наверное, сейчас это Лешрак, да, вот у него есть и Гида, дважды его убить будет очень сложно, мановоид только один у антимага. Но и Квин, естественно, сейчас просто все будет здесь прожигать. Главное, чтобы от мановоида Лешрака не погиб кто-то еще, потому что опасно, может быть, находиться с ним рядом. Да, у него-то, может быть, Аегис и есть, что он потом и возродится еще один раз, но тиммейты возродиться не смогут. Так, слушай, у Шира, кстати, почти манта. Ничего себе, тайминги просто великолепные. Ну не зря он топ-1 на Нетворс, всю игру держится. Марфа, здесь видят как... Ай, Леван, ну что ж ты такой, дядя, ё-моё. Подцепили нас, энтусея здесь, есть прикопка, есть стан, арена зонящая. Очень хотят нас, активирован был Бладстоун, но нас энтусея еле-еле остается в живых. Леван в итоге... Ладно, пацаны, я облажался, я умираю. Отдает он копье еще, кстати, очень-очень плохой игровой момент для LGD. Да, еще и умер Феникс. А Лешрак сразу же в топ телепортируется, смотри. Станом, правда, мажет. Блин, как же Лешраку наплевать. Антимаг не сможет взорвать твоих тиммейтов, если ты будешь играть соло. Тоже правда. Хорошо страйфуется Висп, но умирает, в конце концов. И это та ситуация, в которой Лешрак просто будет антимага. Свой контрпик. Да уж. Что там по манте? Манта доезжает морфу. По сути, по сути у антимага на слот больше, так если, да, посмотреть. То есть у него БФ манта, а у морфа только манта. Ну или там может у него какой-то Дрэгон Лен нет у него. Ну есть переходной предмет в виде Палкан Блейда. Падает вышка в топе. Что, ребятам из LGD нужно как-то серьезно эту игру стабилизировать. Она начинает выходить из-под контроля. Довольно сильно. Блэйд Мэйл у нас НТУСЕ, НТУСЕ очень сильно разочаровал на самом деле в этой карте. Мне кажется, должен он был отыграть немножко получше. Где я последний раз видел такой билд на Эмбер Спирита. Я кастил второй дивизион Западной Европы. И там была команда вот Рулин Джорис, которая вылетела из второго дивизиона. И вот там Эмбер собирал такой же билд. Ай, неужели выживет Тофу? Он овоет. Тофу живет, Феникс погибает. Где же Супернова-то? Почему не было установлено? Антимагу очень плохо. Антимаг тоже в таверну. И только одного Рубика смогли забрать. Не, в принципе Блэйд Мэйл для Эмбер Спирита это не самый плохой предмет, как мне кажется. Просто ну не 7000 на Творца должно у него быть на 20-й. Ну, видимо причина и следствие. То есть причина это 7000 на Творца и следствие у тебя в инвентаре Блэйд Мэйл. Ну да, да. Потому что ты уже не успеваешь собирать нормальные артефакты. Я себе не могу представить вообще эффективный Блэйд Мэйл против Лишарка. То есть Блэйд Мэйл полностью контрит этот предмет. Ты получаешь спеллэйв стил огромный и соответственно... Как будто знаешь какой-то Мэйдж Слеер просто вот чтобы по всем попасть, чтобы адапти выбили немного, чтобы Лишарак был не так сильно. Я думал, кстати, Мэйдж Слеер это третий предмет билда, нет. Я думал, будет коррозия Блэйд Мэйл Мэйдж Слеера, да, будет Блэйд Мэйл плюс Мэйл Шторм. С Мэйл Штормом типа ты фармить можешь посильнее. Там Тренд Протектор у нас с Гривзами планируется. Так, Широ успевает сделать блинкаут здесь. Ну, Манта доехала. Если LGT следующий тимфайт проваливают, пишем ГГ, выходим. Ну, база упадет очень быстро. Здесь Ширак без мастера вообще не прощают здания. Могут, вообще даже можно подключаться к демонтажу. Урона будет более чем хватать. Докупил все-таки Вопрос, знаешь, вопрос в том, когда будет этот тимфайт? Когда же найдут момент, в котором LGT выйдут с базы? Они уже суперзажаты. Сейчас, видимо, Бис плюс антимаг с этой базы вышли, но как их поймать? Ну, вообще их ловят здесь. Квин убегает. Виспа поймать легко. Что насчет антимага? Да, Виспа подцепили. Ставится, кстати, Вардик, который позволяет Observer вражеский задивардить. Квин получает. Так, а здесь у нас что за драка? Какая-то странная арена. Добьют, не добьют. Ну, парни, вы же должны его добить. Ну, фистами должен добивать эммер. Хороший размен для PSG LGT. Антимаг это время фармит. Антимаг просто потерялся под шумок. Стабилизирует ли это как-то игру? Ну, не сказать, что прям сильно. Собирается приобретать он скади следующим слотом, но как будто бы ему тут БКБ надо, чтобы просто не умереть за магию, хоть он вроде бы и антимаг, но пока что... Здесь скади просто крутейший артефакт. Да это понятно. против шарка и против морфинга. Просто есть вероятность того, что ты просто не всплывешь. Что называется. Да? Да, есть много дизейблов у команды GG. Можно действительно не всплыть. Наступил на центре nothing to say, но дурачу не особо среагировал. Могу попробовать его привязать начинный в форме морфинга. В форме эмбера. И БКБ появится у Квина буквально через 700 голды. Возможно, это тот пауэрспай, который ждет гейминг-радиаторс. Помимо второго Рошана. Вообще, стакаются тайминги отлично. Появление второго Рошана плюс БКБ на лишь раке. Куда это вообще заходит? Минута до первого тайминга. Вот так вот просто решили начать бить здание. Развести на глиф возможно. Должно получиться это. глиф действительно жмется, но теперь можно отойти. Слушай, там или широка БКБ. Проблема в том, что у LGD просто станов нет, чтобы как-то не дать эти БКБшки нажать. Тренд сейчас телепортируется в бот. Это видят команды LGD. Возможно, как-то попытаются сыграть на этом игровом моменте. Пока никуда не выходят. Очень хочет свой Блэкинг Бар и Марс дофармить, но пока Интересно, что Марс играет без аур. Да, хорошо купил Блинк, но почему ты покупаешь БКБ? Почему не пайп, почему не грифсы, которые сейчас ну просто шмотки, без которых невозможно выиграть файты. Ну да. С другой стороны Бистмастер тоже без пайпа игресов играет, но Тренд пытается заполнить эту дырку в драфте и насколько я понимаю делает грифсы. А нет, ну да, все правильно, Тренд это делает. Так, БКБ альшрака появилась. Второго Рошана LGD не имеют права отдать. По сути. А что они вообще с этим могут сделать? Не знаю, смог нажать идти, контестить, пытаться суперновой с арены подраться. Пока Gaming Gladiator сами провоцируют соперника, то есть тут на самом деле на Рошане они драку мне кажется проиграть не могут, а вот здесь могут. Ну, Highground это всегда опасная материя. Еще один глиф жмется. Все, глифа больше не осталось. Если сейчас LGD драку проигрывают, это просто минус трон, я думаю. Интересно, кстати, что теперь по коэффициентам Dota Plus до начала игры. Ты имеешь в виду по... Ага, так вот. Да, было 55%. 90% уже. Ну, очевидно, да, 12 тысяч преимущества, нету три вышки уже одной. Ну что, пошел смоук под потенциального Рошана. Я думаю, ребята из Gaming Gladiator все это прекрасно понимают. Так же, как и вы, друзья, понимаете, что акция Cyberboom до сих пор работает. Заходите к нам под плеер, чекайте условия конкурса, выигрывайте топовые девайсы, фрибеты. Зайти на двойку никак у LGD не получается, потому что там куча вижена. Спиле Антимага, его надо как-то подсейвить. Нет, нужно выкупаться. 50 секунд без Шира. Бараки начинают ну, я не знаю, он не выкупается. Ну, этот байбэк ударит просто по его бюджету очень жестко. Что у него до Скади? Ну, до Скади далеко. Скади, кажется, в этой игре он уже не купит, поэтому стоит байбэкаться. Ну, иначе у него вторая линия просто упадет. Там БКБшку потратил Морф, я не знаю, вот сейчас нападают на ИЛА, сейчас и ИЛАВН умрет. Ну, парни, ну, тогда пишите ГГС карты выходить, я не знаю, какой смысл здесь сидеть. Интересно, вообще, как ситуация сейчас по сетке поменяется. У ПИС Джилджи с этим поражением зависит от параллельных матчей, конечно же, но все у них было хорошо. Они могли, даже вот, если бы выиграли Джилджи в этой серии, выходить на первое место в группе потенциально. Эмбера поймали, но все потому, что антимаг не хочет выкупаться. Ну, очевидно, что ты будешь играть сейчас просто против мега-крипов. Либо у тебя выкупится кто-то другой. Выкупается Эмбер, последний тимфайт. Отойдут ли гейминг-гладиаторс? Попадает станом Лешрак, очень больно антимагу, он начинает резать нас, и тусей под блэдмейлом, гонится за дурачок. Дурачок на самом деле неприятно. Но уже мега-крипы. Прыгает Марс, ставит арену, попытка забрать хоть кого-то на Сентусе и в таверне. Ну, да, все. Феникс умирает с яйцом, хотел он поставить это яйцо внутрь арены Марса, реализовать комбинацию, отлично был манавойт, но этого уже просто недостаточно. Настолько много у гейминг-гладиаторс преимущества. Эх, ладно, я на самом деле немножко даже разочарован, потому что я хотел